Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпид-австановке. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике по ковиду остаётся напряжённой и находится на контроле органов государственной власти, органов местного самоправления. На 10 декабря 2020 года на территории Республики зарегистрировано, по данным управления Роспотребнадзора, 205 новых случаев. При этом в столице города Якутске выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что продолжается выявляться в большом количестве больше 10 случаев, случаев в Нюрнгринском, Молданском районе. И, соответственно, сегодня у нас среди районов, которые ранее не давали такого большого количества случаев, выявился Амгинский район, в котором, так же, как и Мегино-Кангаласском, Нюрнгринском, выявилось по 7 случаев. Особое внимание, я бы хотела обратить внимание и жителей, и органов власти на Тампонский Лус район, в котором выявлено достаточное количество сегодня случаев. Необходимо, соответственно, как усилить миросанитарной безопасности, так и, соответственно, нами даны указания по усилению, в том числе, оказания медицинской помощи. В целом, практически, значит, у нас начинает снижаться количество, в том числе и районов, в которых выявляются новые случаи коронавирусной инфекции. При этом хочу обратить внимание, что сама и территориальная широта, и спектр проведения анализов значительно расширился. Анализами у нас на настоящий момент уже работает вместе с федеральными лабораториями, 15 лабораторий методом ПЦРПа, и проведено 3644 исследования на новую коронавирусную инфекцию за последние сутки. Наши районы в основном работают методами, которые разрешены сегодня Роспотребнадзором и Минздравом Российской Федерации, ИФА и ИХА. Необходимо обратить внимание на то, что действительно вчера поздно вечером поступило 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции. В республике был и существует разработанный план массовой вакцинации, которая непосредственно, как мы уже говорили, еще раз обращаем на это внимание, начнется прежде всего с наших медицинских работников. Сегодня, после того, как будет проведена маркировка вакцины, мы начнем отрабатывать уже непосредственно по спискам, которые сдали нам амбулаторно-поликлинические звенья города Якутска для того, чтобы начать вакцинацию наших врачей. Соответственно, после того, как будут провакцинированы наши врачи, следующая партия с Российской Федерации также будет поступать. И дальше по списку врачи, социальные работники, учителя, далее определены группы, которые относятся к лицам с хроническими заболеваниями, в том числе и старше 65 лет определен круг лиц. Сегодня Минздравом Российской Федерации четкий порядок, о котором мы регулярно будем извещать наше население. Республика в целом готова к вакцинации как с точки зрения наличия холодильных установок, как для непосредственно хранения на местах, на станциях скорых, значит, на станциях переливания крови, так в каждой центральной районной больнице, так и переносными холодильными установками для того, чтобы, соответственно, вакцину нам перевозить по республике и в последующем оказывать соответствующую услугу. Вакцинирование от коронавируса у нас только начинается, к завершению у нас подходит вакцинирование от гриппа. Буквально у нас остается неделя для того, чтобы затем в последующем все-таки не допускать миксования инфекций. И сегодня я призываю тех, кто еще не привился от гриппа, все-таки прийти на свои поликлинические участки и получить эту вакцину.